Только через наш труб. Они прибегут, начинают орать, кричать. Мы не пускаем, прям стеной стоим. Галина Засосова дежурит у дверей подвала даже ночью по смене со своими соседями. Они твердо решили, что не пустят рабочих к установленному там индивидуальному тепловому пункту, чтобы они его не включили. Мы друг друга знаем, мы вытаскиваем друг друга с постели. Идите в дежурь следующий. Ну это что такое, что жажать. Жители опасаются, что трухлявые трубы могут просто не выдержать подключения к новому оборудованию. Как рассказывают долгожители, за 30 лет ремонт в доме не делали ни разу. В подъезде уже 5-6 лет, а может быть и больше, есть труба. Она периодически лопается. Но эта труба-транзистор, то есть это городская. И она затопляет этот подвал. Там идут горячие пары, людям дышать нечем. И вообще пойдет ли это оборудование со старым, батареи ржавые и новые, говорят, она вообще работать не будет. Иначе, говорят, нужны документы и кто-то какие-то гарантии дал, что здесь будет все так, как надо. И какая цель есть? Сейчас я рубль плачу, я буду 50 копеек. Или я плачу сейчас рубль, буду 2, я должен знать. Оборудование привезли ночью и втихаря перетащили в подвал, рассказывают жильцы. О его установке их никто не предупреждал и согласия никто не спрашивал. И зачем на таком большом больном доме вот это производить? Надо где-то сделать сначала опытный хороший дом, посмотреть, как это будет, и нам разъяснить. И сделать нам ремонт всех коммуникаций внизу и на этажах. Получается, он стоит всего лишь один на весь дом, на 15-й подъездный дом. И у нас дом стоит буквой П, длинный довольно-таки, 9 этажей. И получается, мы не знаем вообще, может быть, надо нам 2-3 этих и т.п. ставить. По словам местных жителей, как только инженеры узнали о приезде нашей съемочной группы, все подвалы закрыли на замок. Хотя до этого они были открыты неделями, утверждают жильцы, чтобы пар из подвала выходил на улицу и подъезд просто-напросто не сгнил от высокой температуры. В управляющей компании нам сегодня не смогли прокомментировать такое активное противостояние с жителями дома. А сами жильцы намерены добиваться ремонта любыми путями.